добрый день вот немножечко у нас на улице стало получше 24 градуса за бортом деревья начинают расцветать не очень хорошо видно но тем не менее мы выезжаем из школьной зоны выезжаем потихонечку а поговорить я хотела с вами о том о чем планировала еще месяц назад я начала там плейлист уже разместила может быть 4 может быть чуть больше зарисовок о вегасе и у меня еще есть на компьютере на своем несколько зарисовок на которых я хотел с которыми я хотела поработать потому что я их снимала в шумной атмосфере где голос мой практически не был слышен я ничего и не говорила потому что шум был очень сильно я снимала их на улице и хотела доделать их хотела стереть шум и записать голос на фоне происходящего чтобы прокомментировать ну вот пока я еще никак не продвигаюсь своих навыках в создании видео и у меня получается только музыку наложить а голос наложить никак не получается поэтому я наверное их уже лучше выставлю такие какие они есть чем я их просто накрою какой-то музыкой а расскажу обо всем об этом отдельно вот сегодня наш разговор о том что в вегас можно поехать и прожить там очень недорого у многих складывается впечатление что вегас это поглотитель денег это от того как вы себе позволите если вы позволите проиграться очень много вы проиграетесь если не позволите это не проиграетесь я в свои самые первые два визита вегас совсем не играла за столом мне показали как играть на машинах но их машинам я садилась чрезвычайно редко исключительно для того чтобы чуточку посидеть дать ногам отдохнуть и кроме того всегда когда вы где-то сидите вегасе приносят вино любые напитки алкогольные и не алкогольные приносит их вам бесплатно поэтому если вы сели уже даже к машине отдохнуть и положили туда пару-тройку долларов и начали наживать на кнопки вам уже предлагают бесплатные напитки надо просто за них отдать доллар в качестве типа чаевых вот в первые два приезда я уже сказала я практически не играла и причина была в том что вегас такое место в котором есть где походить и есть что посмотреть но мы говорили о цене поэтому я начну с цены у нас сложилось так самый первый раз я попала в вегас на свадьбу к своей бывшей клиентке которая с годами уже стала моей ближайшей подругой и она пригласила нас троих русских девочек себе на свадьбу в лас-вегас мы конечно поехали но постольку поскольку вегас это еще не только злачное место но и место для выставок для конвенций для обучающих конференций и каждый отель для это для этого приспособлен в каждом есть конференц-зал и есть большущие выставочные территории в которых можно проводить различные мероприятия и есть огромнейший экспо-центр и там же проводится соревнования вот я вам говорила мы ездили на соревнования по автогонкам там это все активно практикуется для того чтобы люди приезжали и по бизнесу и для того чтобы просто время красиво потратить и по привести денежки в вегас так вот когда мы первый раз поехали там проходило несколько очень крупных мероприятий на которых приезжали люди и со всей америки за рубежа на эти свои совещания конференции выставки и пока получилось так что отелей со средними ценами свободных не было мест были только очень дорогие и очень дешевые но постольку поскольку мы все русские дома жили здесь первый год сами еще не зарабатывали не понимали что в принципе дорогой отель раскидать на троих это не так дорого получается мы предпочли выбрать очень дешевый нам кстати поприличнее отель сначала нашли наши наши приглашающая сторона но она была до далеко от стрипа а я несмотря на то что ехала вегас первый раз уже понимала что жизнь вся крутится вокруг стрипа и надо жилье выбирать где-то рядышком и нам сняли отель который назывался супервелью по моему или что-то вот такое и он располагался прямо завершая улицу стрип рядом с отелем так называется еще сок мой мамочка неужели я не вспомню отель называется один из самых старых отелей ладно я потом удать о нем отдельно говорить и расскажу где расположены но таких отелей очень много если говорить тропикана все вспомнила отель называется тропикана и рядом с ним вот этот супервелью или какой-то напротив мы познакомились с двумя русскими мальчиками они жили в отеле который назывался шестерочка он из этого же класса это класс для водителей для путешественников которые останавливаются просто переночевать чтобы завтра поехать дальше и они очень недорогие и в вегасе тоже потому что они по всей по всей стране такой цене они в вегасе по этой же цене нет то есть мы за нас троих звезд приехавших на свадьбу платили 37 долларов за сутки то есть у нас получилось меньше чем 13 долларов с человека за сутки проживания но мы на самом деле приходили туда уже только поспать потому что в этом городе сидеть в отеле даже в очень дорогом смысла нет там есть куда идти и смотреть и вот нашу последнюю поездку я обратила внимание тоже были огромные расчеты с ценами на жилье и цена такая же можно даже приличный отель чем тот найти за цену буквально 37 39 и выше в зависимости от того сколько вы можете себе позволить то есть в вегас можно поехать и не очень тратится даже на жилье наверно они держат эти цены потому что с кризисом а значительно упал все равно приток людей которые едут туда не по бизнесу и поэтому они стараются поддерживать свой главный бизнес гэмблин то есть это у нас называется игра на деньги и поэтому они делают для этого все возможное кстати наш наша вторая нет это третья наша потом поездка была второй раз ездила с мужем и он нам платил ну где-то долларов 250 за номер тогда и как поэтому когда в третий раз я поехала уже с дочечкой когда кризис этот начался я была очень приятно удивлена мы с ней купили билеты плюс недельное проживание в отеле и это была вот та самая тропикана они предлагали такой хороший пакет то есть были спецпредложения их можно в интернете поискать когда идет дорога самолет то есть ваш плюс проживание они предлагают очень дешевое проживание от понедельника по пятницу в пятницу утром надо уехать то есть четверг ночи еще включается они предлагают очень дешево и мы тогда с ней жили уже в самом отеле наверное долларов за 40 долларов за 40 где-то то есть у нас пакет вместе получился на двоих мы брали самолеты от нас до вегаса плюс вот это недельное проживание с завтраками включительно мы за двоих заплатили меньше тысячи долларов хотя перед этим год когда я ехал ездила еще до кризиса у мужа были свои билеты от бизнеса и комната от бизнеса но мы над еще оставались там подольше и вот он за 2 ночи дополнительных заплатил почти 500 долларов вот только за комнату и почти 500 долларов он заплатил за мои билеты 400 там чем-то то есть когда вы едете одна и платите за это же тысячу а потом на двоих тысячу то начинаешь любить американский кризис потому что и и в кризисной ситуации они стараются сделать все так чтобы человеку стало полегче покушать покушать даже если вы очень скованный я бы рекомендовала вам скованы в средствах я имею ввиду мы медленно едем из школы выезжаем так вот уже долго я бы все равно вам рекомендовала попробовать знаменитые американские буфеты они называются буфей и они могут быть и для завтрака и для ланча и для бренча и для ужина и в дорогих отелях они очень дорогие можно конечно попробовать разочек то есть самый дорогой и самый хороший наверно на сегодняшний день находится в отеле который называется метрополитен опять я соврала метрополитен это вообще-то подземная дорога у нас в москве называется московский метрополитен а это ой ну чушь я так с памятью то надо мне на бумажке уже все записывать она называть это новый немецкий отель и сейчас девочки мне снова подсказывают кто меня любит он называется а ее и прямо ну как же мне сказать не буду называть буду говорить не очень сейчас будет уже сплошная дорога не очень будет весело поэтому я буду оставила искала место чтобы было получше дорогу видно так сдвинули а если я сейчас помню я его назову он очень красивый и очень вкусный хотя любой буфет великолепен то есть как правило у них цена такая какая-то фиксированная на завтрак и на ланч она повыше поменьше а на ужин она повыше но вы знаете сумму которую вы платите для вас не станет никакой неожиданностью то есть вот этот самый дорогой который я набор космополитен вот так вот не метрополитена космополитен немецкая очень-очень хорошая такой отель построен с хорошими парковками с гаражами с необыкновенными ли нас я по-моему где-то нам про них рассказывала что так с немецким педантизмом все сделано что вам даже не надо крутиться и смотреть и свободное место лампочками показано что вот здесь зелененькая горит значит здесь еще есть свободное местечко так вот это дома он стоит порядка 35 40 долларов достаточно дорогой хотя и в других отелях они бывают и по 28 и по 30 и по 32 особенно на праздничные дни а в годние дни вы можете очень хорошо покушать долларов за 15 за 18 за 20 за 23 причем напиток включен если вы идете в какой-то другой буфет вот в городе в другом не в вегасе у вас цена на буфет она конечно у нас здесь и 7 и 9 зависимости это ланч или ужин а там она наверно меньше 12 это все равно нигде нет но напиток включен в эту же цену и вы можете есть столько сколько вы сможете съесть то есть вы можете прийти в конце завтрака заплатить минимальную цену за свою еду но поскольку вы там находитесь на начало уже ланча то будет подаваться более разнообразные блюда и вы можете уже есть ну хоть два хоть три часа никто вас отсюда выгонять не будет это не только вегасе это везде там где ресторан предлагает буфе и она предполагает фиксированную цену на всю еду который вы только сможете съесть так и мы сегодня говорим по поводу цен да вот значит если вы очень скованы в ценах мы договорились живем в дешевом отеле едим дешевую еду но обязательно заходим хотя бы в один буфет потому что буфеты вот самой шикарной все вегасе и третье я теперь уже всегда покупали билет на какое-то шоу непременно а самый первый год вот когда нас было три звезды которые приехали на свадьбу к четвертой нашей русской девочке которые там уже прожила вот почти три месяца уже многое знала она нам водила и показывала не просто вегас который она знала она нам показывала все бесплатные шоу оказывается в вегасе очень много такого бесплатные шоу и поэтому вы пожалуйста их посмотрите непременно список прямо в отеле там непременно что-то предлагается из того что я сейчас могу вспомнить и назвать это безусловно свето музыкальный фонтан напротив отеля беллажио это конечно же выступление пиратов перед отелем остров сокровищ это конечно же шоу под потолком в отеле рио это конечно из вершине вулкана а как уже даты спала в цезар паласе есть внутри шоу с двигающимися фигурами вот скульптурными и очень много тех которые еще и постоянно меняется то есть прямо нужно перед поездкой пролистать отель и какие там есть мероприятия среди прочих будет что-то бесплатное она почти всегда есть кроме того я вот уже говорила что мы встретили в тот самый первый год двух русских мальчиков они жили в отеле шестерочка прямо напротив нас и цена такая же была как наша ты что ли собирается буквально 32-35 и долларов всего и мы встретили просто на улице они ходили и мы у них спрашиваем поскольку поскольку это было уже не первый наш день уже многое посмотрели но у них спрашивали а что вы успели посмотреть они ну здесь по улице уходим смотрим вот иллюминация красивая то все то есть в наших русских даже в современных русских осталось вот то что в нас забито все кругом ничейное все кругом моё это значит туда заходить нельзя и строгать это нельзя и в отель в российский вас никто не пустит если у вас нет ключа от комнаты здесь все по-другому город рассчитан так чтобы все с улицы заходили у них очень много входов и как правило все эти входы даже если вы видео идете на какое-то мероприятие вы купили билет на платное шоу или вы идете на бесплатное шоу зная что она там есть вы как правило проходите через казино и они очень заинтересованы чтобы вы возле казино притормозили хотя бы один доллар опустились поэтому они вас заманивают всякими возможными и невозможными средствами не стесняйтесь заходите в любой отель в каждом отеле своя есть жемчужинка и я про эти жемчужинки в каждом отеле буду постепенно рассказывать сегодня мой рассказ сводился к тому что там нужно прожить очень недорого то есть если даже вы скованы в средствах я вам очень рекомендую это тот город который стоит посмотреть всего доброго